Водители и кондуктора однодверных автобусов без работы не останутся. Об этом заявил заместитель Акима города Мухтар Адамбеков. Сегодня состоялся брифинг для журналистов, на котором представители власти разъяснили свою позицию касательно запрета однодверного транспорта. Напомним, в начале недели водители маршруток выразили протест в отношении решения Акимата убрать с городских дорог все однодверные автобусы. С 1 октября, согласно правилам перевозок пассажиров, на регулярных городских маршрутах должны использоваться автобусы первого класса, имеющие не менее двух дверей. Однодверным маршруткам на дорогах города не место, поскольку такие небезопасны и неудобны для пассажиров. Митинги водителей и кондукторов завершились, однако недопонимания между властями и перевозчиками остались. Их возмущения непонятны, ведь работа по замене однодверок началась не вчера, говорит заместитель Акима города, подсчитывая количество совещаний, проведенных с начала года с руководителями пассажирских автопредприятий. Полтора года эта работа ведется, она началась не вчера, все об этом знали. Если там кто-то из водителей заявляет, что вот неожиданно, вчера Акимат принял решение, в один день взяли всех, выгнали на улицу, ну это не соответствует действительности. Они все в курсе. Тогда вопрос, зачем покупали? Вот он говорит, я в прошлом году купил. Ну ты знал об этом? Да, знал. Зачем купил? А у меня на долгвера не хватает. Ну мы все понимаем, ну закон есть закон, мы же не можем в нарушении закона идти как бы на поводу у водителей. Сейчас на городских дорогах курсируют более полусотни однодверных автобусов. На минувшей акции протеста водители этих маршруток сетовали на то, что потеряв работу, не смогут кормить семьи, обвиняя исполнительную власть в том, что они не побеспокоились о трудоустройстве персонала. Без работы никто не останется, заявил Мухтар Адамбеков, пообещав подыскать для водителей кондукторов вакантные места на других автопредприятиях. Кондуктор тоже говорит, я вот ездил, автобус здесь, в стойло поставили, я без работы. Мы ее тоже куда-то на другой маршрут. Вот, пожалуйста, работает тот же кондуктор, только может быть у другого перевозчика на другом маршруте. Зарплату получаешь, все, мы ее трудоустроили. Может быть у кого-то автобуса, там есть несколько автобусов, да, очень хорошего качества, все работает, но они однодверные. Попытаемся устроить, может быть, на какие-то природные маршруты, там, Шахан, там, Курминку, там, ну, как-то вот такие маршруты. Будем пытаться. На этом переговоры между Акиматом и перевозчиком не закончены. Уже сегодня состоялось очередное совещание с руководителями автопредприятий, на котором проблему однодверных маршруток поднимут вновь. Возможно, на этот раз обе стороны придут к единому решению, которое в первую очередь будет в интересах пассажиров, ведь главное в этом случае их безопасность.